всем привет сегодня у нас на обзоре новый радар-детектор от компании нау-лайн это нау-лайн x-cop 7500 s это самое новое устройство на сегодняшний день устройство имеет два года гарантию произведено в корее вот окончание s это значит что у этого прибора есть сигнатурный фильтр то есть они его назвали z-фильтр этот фильтр он не совсем как у сигнатурных радар детекторов он немного отличается вот чем он отличает сейчас я вам скажу у других у конкурентов можно сказать в сигнатуры внесены как бы частоты полицейских радаров то есть и как мы знаем что все частоты полицейских радаров внести в сигнатуры невозможно вот поэтому нау-лайн от этого отказались дабы избежать залетов при попадании на неизвестные полицейские радары вот и они внесли в память то есть в мозги в мозги только помехи то есть это система слепых зон активный круиз-контроль зум-зум вот датчики движения дверей и так далее вот еще что тут добавлено добавлен тут дальнобойный сверх чувствительный модуль xd который как производитель заявляет что камеры спину он ловит на 130 процентов лучше чем другие радар детекторы данный прибор на борту имеет gps модуль в которой внесены базы камер 45 стран мира имеет двухлетнюю гарантию вот давайте сейчас откроем посмотрим что у нас есть открываем упаковочку я у нас встречает инструкция на русском языке довольно толстая все разжевано цветное гарантийный талон еще раз напомню сроком на два года 24 месяца сам прибор прибор имеет классический вид тут у нас кнопка переключения режимов кнопка настроек кнопка включения выключения прибавление убавления громкости качели тут кнопочка для фиксации кронштейна на присосках вот тут у нас снизу динамик такой прибор вот такой кронштейн с присосками витой кабель с кнопкой включения выключения кабель usb для обновления программного обеспечения вот ну и все теперь мы пробежимся по меню посмотрим что у нас там есть какие настроечки погуляем по ним заодно настроим его и поедем кататься сейчас мы зайдем меню посмотрим что у нас есть меню настройки авторежим x-коп фильтр z-сигнатур выключен тут у нас вкл выкл это кнопками качельками фильтр z-сигнатур выключен включено авто приглушение скорость свыше которой начнется оповещение 60 поставим чуть поменьше поставим на 40 включено голосовое оповещение включено звуковое оповещение включен приоритет gps приоритет gps выключен радиус ложной зоны радиус опасной зоны режим тишины допустимое превышение кратное пяти это очень удобно мы поставим 10 пока для того чтобы протестировать его максимальная скорость выключено по базе можно автоматический режим и можно регулировать поставим 400 метров для того чтобы легче было тестировать на мою установка времени восстановить до заводских установок все координаты будут удалены x-диапазон деактивирован активирован к диапазон k-a диапазон деактивирован активирован лазер активирован стрелка диапазон авторежим x-коп фильтр z-сигнатур выключен фильтр z-сигнатур включен вот мы включили фильтр z-сигнатур и с ним же поедем кататься также в приборе у нас есть несколько режимов и не как во всех приборов есть режим turbo то есть старых приборов режим turbo не было сейчас практически во всех приборах на улайн идет режим turbo это самый чувствительный режим он чувствительнее чем трасса и я рекомендую ехать и если вы едете по трассе ездить на режиме turbo потому что реально он хорошо ловит на режиме turbo x-коп можно использовать в городе так как в городе мы сильно не разгоняемся есть всегда время затормозить вот сейчас мы пойдем кататься по городу проверим режим z-сигнатур то есть как сам прибор фильтрует помехи сейчас мы будем тестировать на улайн x-коп 7500 с сигнатурным режимом как я говорил тут сигнатуры внесены только по помехам что дает преимущество перед другими радарами вот так же по базе координат радар детектора предупреждает все камеры по именам их знает в него внесены 45 видов камер вот сейчас мы поедем покатаемся и посмотрим как он все об этом рассказывает и предупреждает теперь поехали приближаемся к радарному комплексу кречет вот и посмотрим как он будет его детектировать детектирование уже началось мы тестируем радар детектор в режиме turbo то есть максимальная чувствительность все фильтры отключены естественно мы увидели его по gps за 400 метров а до этого еще за 200 метров он уже начинал предупреждать предупреждать нас радарной частью кречет спину мы тестировали вот результат получился 250 метров именно радарной частью это наилучший результат что я видел в своей жизни вот но новый модуль данного радара дает о себе знать это пока на сегодняшний день по дальности один из лучших радар детекторов на российском рынке но это чисто мое мнение можете мне верить можете мне не верить это вопрос радар арена 40 километров скорости сейчас мы включили авторежим и к скоб когда мы включаем авторежим и к скоб естественно у нас включается все фильтры отложенных срабатываний немного объясню вам как все это работает то есть данный прибор сделан так чтобы в городе для пользователя было как можно меньше помех так как в городе мы сильно не нарушаем правила дорожного движения именно скоростной режим вот в городе будет помех меньше но есть одно но что так же в городе чувствительность будет на режиме x-коб она тоже будет меньше вот но если мы едем на режиме x-коб вот и превышаем скорость 90 километров в час ну как написано в инструкции к этому прибору после 90 километров в час все фильтры отложенных срабатываний и так далее они отключаются и соответственно появляются у нас самая высокая чувствительность как мы видели то есть после того как мы включили режим x-коб диапазон кейс сразу перестал срабатывать вот это для города очень удобно вот интеллектуальный режим и режим x-коб то есть несмотря на то что он увеличивает чувствительность в режиме x-коб чем быстрее мы едем тем задольше предупреждает также в данной модели появился новый z-фильтр про который мы говорили вот если мы едем до 90 километров в час то этот z-фильтр фильтрует все что можно ну кроме полицейских радаров естественно но для чего это сделано естественно это сделано для того чтобы это было в ущерб качеству так как если мы едем в городе мы не едем быстро и и сильно не нарушаем естественно нас радар детектор будет предупреждать заранее gps модулем вот также будет предупреждать предупреждать радарной частью но с более маленьких расстояний на этом все все что я хотел сказать вот цена данного прибора магазинах составляет сейчас судя по яндекс маркета от 7 до 8000 вот пределах этого ну и на этом наши тесты подходят концу всем пока и ждем следующих обзоров метров в час это был обзор радар детектора на улайн 7500 с вы ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик чтобы первыми узнавать о наших видео ну и всем пока до новых встреч